всем большой привет дорогие зрители сегодня мы едем к моим родителям в гости кому куда называется вот уже для мамы заехала цветочки купила там еще собрала для нее черногорских гостинцев я же говорила что мне пора к ней в гости тоже там приехал уже мой брат встретимся все вместе и кстати тот кто недавно к нам присоединился покажу вам свою родину где я выросла место мой дом родительский как там все выглядит сейчас а тот кто смотрит уже давно вы часто спрашивали как там отец как там моя бабушка я вам покажу расскажу ну насколько насколько смогу конечно сами понимаете что это не совсем просто эмоционально очень тяжело поэтому как будет получаться так что едем ну вот машину мы взяли в каршеринге без машины очень неудобно тем более когда мы привыкли все время она под рукой у нас сейчас вот нету поэтому находим варианты как чтобы доехать и комфортно и не привязан ко времени и достаточно кстати дорого и попробуй найди еще эту машину просто арендовать у нас так все таки не получилось выходные дни все занято взяли каршеринг тут по цене мы так рассчитали на пять дней что минимум это где-то будет 500 рублей то есть 200 долларов или чуть менее там 190 180 евро так что так едем немножко вам покажу видов беларуси по дороге как сейчас она выглядит но дома знаете мне конечно дома комфортно я приехала и прям вот для меня вот я чувствую себя как это так что ли легче мне свободнее я рада была увидеть знакомых мне людей но игорь по-другому оценивает но все мы люди разные все мы по-разному все воспринимаем или сможет быть он так говорит потому что у него другого варианта нет он любом случае уезжает уже 27 числа а вот в беларуси вид в августе именно такой урожай уже убрали и везде на полях лежат я не знаю как они правильно называются но мы все время называли их тюки их потом будут свозить видите здесь была рожа убрали и потом уже солома ее все вот так вот скрутили вот в августе у нас везде будут практически такие виды потому что полей очень много в беларуси которые засажены различные госельхоз культурами верка едет с нами да верусь легла уже нормально но приучаем ее чтобы не боялась переездов чтобы она спокойная была понимала что с это все нормально себя чувствует игорь постоянно созванивается с теми кто смотрит за ними с ними все полном порядке мы даже наоборот переживаем что я ну в другую семью уйдет да стефанька опускается там ну поразит гляньте оставили а там такая девушка с мужем они очень любят животных любят котов ой немножко трясется у меня камера любят котов и наш я вообще там к ним припал душой белорусские краевиды не только же черногорию показывать много показывали черногории сейчас маленький перерыв посмотреть на беларусь потом снова черногория продолжим так какие-то бескрайние поля начало есть конца не видно а с этой стороны кукуруза ой это уже не кукуруза это уже рапс или что там или или бураки кормовые скорее всего ну вообще-то проезжаем тут возле слуцка здесь есть сахарный комбинат поэтому по осени здесь ездишь и всегда прям вот машины толпой везут все сахарные а их тяжело рвать я-то знаю кормовые гораздо проще рвутся но это мы в свое время когда еще в моем детстве всегда были на делы в колхозе мы ходили всем давали вот кормовые легко рвутся ручной был труд еще а сахарные гораздо тяжелее видите какая ценная информация от меня вот они белорусские горы практически все время сколько мы едем это будут поля, поля все уже убрано привели в порядок сразу отмечаем дороги после серпантина тут все ровно, как будто бы и не едешь тебе не страшно? да, и не страшно, нет напряжения никакого вот что значит дело привычки, конечно ко всему привыкаешь мы едем по Слудскому направлению а здесь уже все перепахали, готовят поля к следующему сезону проезжали там трактора, уже все перепахивают что-то уже перепахали, вернее что-то рассеивают ну скорее всего удобрения подготовка идет подъехали поближе покажу более детально так рождаются тюки, уникальный момент, теперь вы видели как они рождаются ну комбайн все проходит смолотил уникальный момент, такое его поймать вообще нереально и остались вот такие рядочки за комбайном солома и потом другой уже транспорт, трактор тюкует нитками все перематывается и потом будут ехать потом уже будут их собирать перевозить нагрузят целые огромные машины, трактора и перевозят ну видишь, что он в дальнейшем собирает, наверное, да? вот тот в тракторе не-не-не, он другое делает а что он делает? а, тоже тюки? да, это тоже тюки, да еще не собирают когда собирают, там тогда погрузчик и такие большие будут прицепы и укладывают, и везут и мы в детстве, нам так было интересно если по дороге этот тюк падал мы скорее бежали и тянули его к тебе домой смешные еще тюки, Доминику еще тюки, да? еще тюки, да? много тюков вижу сыночек, тюки, там много их да, мы все время уже спрашивали потому что с детства мы смотрим на эти а Верка с тобой, да, сынок? на эти колесики, которые крутятся и только нам кто-то подсказал не так давно мы узнали, что это лифт, который опускает рабочих в подземные шахты вот оказывается, что за колесики ну и белорусская деревня выглядит так ну это совсем-совсем маленькая здесь уже практически не осталось молодежи буквально несколько семей все повыезжали, уже много кто ушел в мир иной поэтому это такая вымирающая, к огромному сожалению, деревня но здесь прошло мое детство поэтому хочется вам немножко его показать это место вот там, за этими деревьями была школа, в которую я ходила кстати, у нас, несмотря на то, что это была обычная деревенская школа у нас были замечательные учителя и где бы я потом не училась это были два высших учебных заведения я всегда отмечала, что все-таки у нас действительно была достойная подготовка имеет огромное значение не место, имеет большое значение кто кто учит, да, учителя вот это такие маленькие домики здесь уже живут пожилые люди молодежи буквально там несколько, несколько домиков несколько домов ну и сейчас мы скоро подъедем к моему родительскому дому к деду к деду, да, который уже к огромному сожалению полон наполовину вот здесь тоже жили соседи уже умер и мужчина и женщина а вот это дом когда мама была, конечно, он был очень ухоженный, чистый а вот это наша девочка а я чуть-чуть снимать пока не буду, спросим разрешения у родителей вчера не закончила видео но сегодня продолжу вы сами понимаете что мы все встретились и у нас сейчас эмоции самые смешанные и радости и горести одновременно поэтому не всегда есть время достать камеру, чтобы это снимать ну а сейчас я вас немножко познакомлю больше со своей семьей покажу вам, кого еще не показывала это мой родной брат с женой племянница также друг нашей семьи и покажу вам как сейчас наш дом без мамы знаете, без мамы, конечно то, что это без мамы видно, видно сразу то, что дом сейчас без мамы это видно сразу потому что у мамы всегда было все ухожено у мамы было все в порядке вот она, моя племянница да, вот эта Стефания это моя единственная племянница моего родного брата, доченька ее зовут Елизавета ей 8 лет исполнится 16 сентября уже такая большая у нас девочка да мы котенка, кстати, назвали Лео котенка уже здесь нашли котенок у вас там нашелся? шестой котенок шестой он такой ласковый шестой? там же их было пять ну это шестой который прибился слушайте, у нас здесь котов целый двор у деда и кошка родила это Анфиса родила Анфиса родила прибился еще какой-то котенок а дед всех кормит ну как кормит? как получается? я помню, когда Анфиса еще родилась была котенком она уже родила котят бывает такое, Стефанька? да бывает ну и сейчас вам буду потихоньку показывать видите? вот здесь, конечно все у нас позарастало все надо приводить в порядок мы сегодня целый день с Алиной это жена моего брата все убирали в доме все перемывали шторы тюльмы окна все что только можно все шкафы потому что, конечно все было уже в таком состоянии плачевном и видите для меня вообще непривычно дома видеть конечно вот цветы в таком состоянии потому что я привыкла с мамой всегда был порядок с мамой всегда все было аккуратно но так не будет больше никогда это цветы тетя моя посадила пришла потому что они еще с прошлых лет остались чтобы ну и жалко чтобы пропадали они на самом деле красивые и хотелось чтобы они росли и как тетя говорит Верочка я для тебя их посадила для мамы но надо тоже здесь все поубирать сейчас с этой стороны вам покажу тоже у нас цветочки растут тут Игорь всех приветствует да всем привет мы уже говорили еще раз да расскажи немножко про каршеринг сколько стоит о том я назвала и сказала но не рассказала особенности Легко пошли давай рассказывай это каршеринг подожди подожди тут уже Лео надо показать у девочек Лео все давай продолжаем дальше короче интересно интересно в Минске было искать машину на которой можно поехать я обзвонил все прокаты ну ладно не все я не знаю с десяток я контачил и везде машин нету вот так вот в Минске на выходные все машины закончились по стоимости было где-то от 30 долларов в сутки за машину ну плюс еще естественно и за бензин каршеринг я выбирал из трех компаний Anytime Motors какой-то там и Hello Hello оказался самый дешевый у них есть возможность выбрать машину без наклеек вот как видите без наклеек ну машина да такая простая конечно но все с ней нормально доехали хорошо по цене почему я говорю что это самое дешевое аренда на 3 на трое суток стоит 120 рублей на 5 суток 195 рублей ну то есть почти 200 рублей это сколько евро да Беларусь сколько ты сказал 100 рублей 120 рублей 240 50 90 не меньше даже 50 да это 45 евро получается на 3 дня аренда и плюс еще получается 25 евро центов за одну минуту езды вот нам от машины естественно обойдется где-то около 180 евро там плюс минус за весь период что мы ей пользуемся это самый дешевый вариант потому что остальные еще дороже вот но они доступны это и самый удобный все про машину рассказали чтобы вы знали кому-то надо будет машина но вот сейчас вам покажу еще здесь цветочки растут тоже все нужно прополоть но это мы пока что пока что были заняты уборкой в доме а потом уже буду здесь все полоть убирать цветочки растут вот такие мамочка моя гладиолусы развела красивые видите какие у нее очень красивые и выросли высокие красивенные ты покажи поля сейчас покажу поля а это себе дед посадил помидора потому что он уже конечно все без мамы так как смог он сказал конечно ничего уже у нас не будет никакого хозяйства ничего но вот он себе посадил ему тетя посадила а он уже соответственно за ним ухаживал это вот такая грядочка огурцов у него были и помидоры он говорит ну вот помидоры хочу чтобы были вот помидоры у него выросли он их не перевязывал потом но сами понимаете он сам никогда не занимался этим поэтому это очень сложно когда ты это не делал взять и делать смотрите какое огромное дерево это грецкий орех он в этом году разросся до огромных размеров и очень много орехов очень много вот такие потом они созревают падают их собираешь прямо очень большое дерево сейчас ну и сейчас я иду на поля то что у мамы всегда блестело то что всегда оставили пример как у мамы у нас есть ранее уже опубликованное видео где мы рассказываем о хозяйстве которое у мамы где показываем клубничные поля которые мама вела это это ее основная работа это все ее руки а мы помощники но основа это она и теперь это выглядит все вот так это все выглядит так друзья вот я раньше все время вот мамин дом а там бабушкин дом я всю жизнь вот бегаю все свое детство бегала от одного дома к другому вот смотрите там вот моя бабушка которой с тридцать четвертого года она еще жива слава богу и вот тут я вам там вот эти поля всегда были заняты там всегда были какие-то сельхозкультуры а вот это дом моих родителей мне было всегда страшно я думаю боже мой я думаю как же я вот это переживу когда я приеду к маме к родителям и у бабушки не станет вот последнее время знаете у меня почему-то такие мысли были да иногда я понимала что уже возраст и все я думаю ой ну как же я буду я становилась вот здесь как часто и думаю ну как это я буду смотреть вот туда а там не будет свет гореть и поверьте я никогда даже не могла ни на секунду задуматься что свет в одном из окон пока снет здесь ну а это посмотрите вот еще был такой участок клубники который в этом году папа не перепахал и я все так хотела его прополоть я посмотрю знаете мне не хотелось все таки полностью убирать клубнику потому что это часть огромная часть нашей моей жизни а это наша Алина которая очень любит всех животных исключительно всех она не только о них заботится о боже мой она не только о них заботится в виде того что кормит но она всегда еще проверяет их здоровье глазки им протирает вот увидела что у одного плохо открылись глазки она уже ему чаем их промывает это же все дикари маленькие дикие наши котики и она всех спасет она и курей всех проверит что доминик нет а курей ты Алина уже проверила проверила хворые нет хорошие здоровые да странно доктор айболит да у нас это доктор айболит дядя котик сыночек они маленькие с ними надо очень умело это девочки постарше поэтому они их взяли на руки а ты ты тоже хочешь вот представьте пять пять деда кошка пять смотрите какой тут персик это я его приучила а у меня черепаховый я его черепашка я назвала его персик как анфиска сама который да 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 я назвала это я назвала его персик точно он похож на персика ты боже мой с глазками беда смотрите они все разные да цвет потрясающий ой ты маленький да глазик больной да малышек глазик больной доминик расстраивается что ему не дает поэтому а мы же переживаем тоже чтобы он их аккуратно трогал и что делать в деревне правильно наслаждаться землей и чем еще наслаждаться вот я вот пытаюсь понять чем ты сейчас наслаждаешься я не наслаждаюсь я навожу порядок вы же видели как я вам вначале показала сколько здесь все заросло все в траве а я так не могу я так не могу моя мама так не могла потому что для нее был важен порядок поэтому я кинулась конечно же сразу наводить порядок на всех этих грядочках на этих цветочках тут уже конечно это сделать очень сложно потому что тут все вот так вот ну представьте ни разу не пололи за все лето поэтому я вот сейчас моя задача все убрать оставить цветы которые есть это пионы они у нас очень красивые пускай цветут там розы растет в общем полю полю ты все таки хуришь я думал ты кайфуешь не я не не кайфую мне просто надо уже целый день ну не целый день не правда не целый день ну сколько полдня всего лишь всего лишь 6 часов не так просто да я вот это все уберу потом возьму грабли я все сделаю так как делала мама чтобы было красивенько и ровненько у нее всегда мало того что выполоть она всегда все еще брала грабли и все выравнивала ну чтоб красивенько ровно было я тоже так буду делать так что в общем вот такими делами я занята только что была в черногории там ходила по морям да и восхищалась котером а сейчас вот в беларуси полоть моя основная работа у меня еще и много еще до конца уборка ещё полоть очень много всего подметать во дворах во дворе нужно и внутрь зашла в этих маленьких домиках тоже там куча уборки так что хватает работы ну вот так вот и сегодня говорю вам пока покажу что будет завтра результат работы да сегодня пока что еще так на сегодня всем пока лайки пишите комментарии до встречи в новых видео сердечко отправить я же не умею сердечко какое у меня вот такое отлично сердечко рабочее сердечко рабочее сердечко из сердца беларуси из полесье полесье всем пока пока